По итогам прошедших выборов в Бешкевске городской кинеш прошло 5 партий. Всего 45 депутатов, которые на ближайшие 4 года будут определять политику развития столицы. Отличие городского кинеша в том, что никто никому не вручает мандат на создание коалиции большинства. Фракции сами путем переговоров создадут альянс. Ну и кроме того, кто займет кресло мэра, ныне действующий или, возможно, совершенно иной кандидат, вновь избранные депутаты решат путем голосования. Еще не везде по городу дворники успели смести агитки с предвыборными обещаниями партий. Но уже сегодня, исходя из предварительных результатов голосования, опубликованы списки потенциальных депутатов в составе пяти фракций. Окончательные итоги выборов будут озвучены в течение недели, хотя, как говорят в ЦИКе, данные вряд ли будут сильно разниться. Но даже не столь важно, кто конкретно пофамильно будет носить депутатский значок, важно, сделают ли партии то, что обещали горожанам. Впрочем, как отмечают специалисты сайта депутат.кг, где публикуются все заявления и обещания, есть партии, у которых были вполне реальные программы, а есть и те, кто уже явно перегнул. Их слова были из области фантастики. Яркий пример популизма, говорят аналитики, это введение материнского капитала, предложенный партией Кыргызстан. Прежде чем сказать, надо предложить план осуществления и указать источник средств. Так прокомментировали обещания партии в правительстве. Денег на это отметили в Кабмине нет. Это бесплатное обеспечение бесплатного транспорта и решение пробок в городе. То есть для этого нужны большие вливания финансовых средств и проведение законов Джоку-Кукиниш. Мы хотели отметить, что все мы эти обещания будем отслеживать. Каждые полгода будем делать какой-то вывод, аналитику на сайте депутатки ИДЖИ, а также в социальной сети и на все платформы, где обсуждается этот вопрос. Обещание также партии Кыргызстан сделать общественный транспорт бесплатным больше всего запомнилось внимательным горожанам. Якобы по проспектам столицы будут разъезжать 500 комфортабельных автобусов и троллейбусов. Только кто будет заливать в них бензин и осуществлять ремонт, не рассказали. Партия ОНЮГУ обещала из окраинных новостроек сделать комфортабельные районы. А вот если у них на примете хоть один инвестор, готовый вложить свои средства в строительство торгового центра или парка, в таком жилмассиве, где за 25 лет не появилось ни водопровода, ни электричество, промолчали. О пробках на дорогах и парковках говорили все баллотирующиеся партии. Только решения предлагали разные. У одних общие слова, у других конкретные решения. За чей счет вдруг на весь город появится 18 многоуровневых парковок, партия ОНЮГУ также не пояснила. Республика Атаджурджи конкретно предложила управленческий способ. То есть механизм, по которому вновь строящиеся центры или жилые микрорайоны должны быть разрешены к возведению, только если проект разработан с учетом принципа «одна квартира – одно машиноместо». Фракция Республика Атаджурджи, независимо от того, войдет она в состав коалиции большинства в городском парламенте или останется в оппозиции, она будет системно работать над теми обещаниями предвыборными, которые давала. То есть никто не отменяет контрольных функций городского парламента над органами исполнительной власти, то есть над мэрией и другими городскими структурами. То есть те обещания, которые давала партия Республика Атаджурджи, они вполне выполнимы, то есть там не было каких-то невыполнимых обещаний. Хочу сказать, что впереди, даст Бог, 4 года работы этого городского парламента, и они все будут выполнены. Партии в БГК лишь два дня как одержали победу. У них есть время подкрепить свои слова делом. Между тем на упомянутом сайте следят и за депутатами Джугур-Кукинеша. Они уже более года осуществляют свои полномочия. И на диаграммах по каждой фракции можно увидеть, кому и в какой степени народ доверяет. А еще какая из фракций сдержала хоть одно свое слово, а кто не одного.